С проблемой потерянного багажа регулярно сталкиваются сотни пассажиров. Пропадают каждые 5-6 чемоданов из тысячи. Неважно, кто виноват, бирки, оставленные с прошлых путешествий, или сотрудники аэропорта. Несложный порядок действий вернет все на свои места. Первым делом надо взять себя в руки и обратиться в бюро находок, Lost and Found, аэропорта. Для владельцев потерянных чемоданов эта служба работает по всему миру. Если не смогли ее найти, связываются с представителем перевозчика. За перелет с пересадками отвечает компания, с которой летели на последнем этапе. Работник выдаст бланк, на котором заполняют заявление о потере. Прикрепляют подтверждающие документы, билет на самолет и талон на багаж. Выданный при регистрации, надо постараться как можно точнее описать. Закрашенный круг вес сумки. Закрашенный круг наименования фирмы-перевозчика. Закрашенный круг номер телефона и e-mail для связи. Закрашенный круг рейс. Место отправления. Закрашенный круг адрес проживания. Отель, куда доставить багаж. Еще раз следует перепроверить номер на бирке. Приклеенный к билету, к заявлению прилагается акт об утере. На этом листе подробно описывают сумку, вес, цвет, размер, материал, особые приметы вроде царапин. Как решиться на переезд в другую страну сотрудники сразу вносят акт в мировую базу World Tracer. Автоматически подбираются совпадения с найденным багажом в других странах. Как только электронная программа найдет пропажу, туристу позвонят сказать, когда ждать чемодан. А пока путешественнику выдадут номер файла. По нему можно самостоятельно следить за процессом поиска на сайте World Tracer. На поиски обычно уходит несколько часов или дней. Автоматизированный процесс позволяет обнаружить потерю в 90% случаев. В среднем времени уходит 2-3 дня. Находку стараются отправить первым попутным рейсом. Как продлить загранпаспорт? Порядок действий, если через 5 дней принятые меры не дали результатов. Хозяин заполняет акт еще раз с перечислением вещей внутри сумки. По прошествии 3 недель багаж признается украденным или потерянным. Авиакомпания выплатит компенсацию. Сумма зависит от веса чемоданов. Что делать, если потерял документы в отпуске несколько советов, чтобы багаж не терялся, закрашенный круг снимать вовремя наклейки, оставшийся с прошлых перелетов, закрашенный круг летать прямыми рейсами, закрашенный круг завязать на чемодане яркий бантик, прикрепить памятку о хозяине, закрашенный круг брать ценные вещи и документы в ручную кладь. Если придется добираться с пересадками, то время между посадкой и взлетом должно быть больше 2 часов. Тогда сумки успевают спокойно перегрузить без потерь. К сожалению, бывает, что багаж отправляют по ошибке в другую страну. Но следуя простому алгоритму, будет несложно получить свои вещи обратно.